Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, сейчас мы с вами посмотрим Досико от Звёздного Капитана, жуткий первоисточник Стального Гиганта. Поехали смотреть! В данном видео я расскажу вам о жутком первоисточнике мультфильма Стальной Гигант. Где-то 4 года назад я делал разбор Стального Гиганта. В нём я упомянул, что мультфильм был снят по книге британского писателя Теда Хьюза «Железный человек», которая была опубликована в 1968 году. Плюс я мельком сравнил внешний вид и разные способности книжного и мультипликационного персонажей. В комментариях зрители просили разобрать первоисточник Стального Гиганта более подробно. Я обещал заняться этим вопросом. И так как обещанного где-то как раз и ждут 3-4 года, сейчас самое время об этом поговорить. Да и с «Железным человеком» из комиксов Марвел наш сегодняшний персонаж, само собой, не имеет ничего общего. Первое появление Энтони Эдварда Старка состоялось за 5 лет до выхода книги Теда Хьюза. При публикации его романа в США название даже пришлось сменить на уже многим привычного Стального Гиганта, чтобы не было скандалов и путаниц с персонажем Марвел. Это совпадение. Только и всё. Итак, история про образе Стального Гиганта начинается довольно скомканно. Железный человек просто появился на нашей планете, а его прошлом ничего известно не было, как и о том, как он попал на Землю. Конструкция у великана была вызывающе небрежной. Он был размером с двухэтажный дом, а голова была с большую комнату и напоминала металлическое ведро для мусора. Она могла двигаться влево и вправо, причем довольно медленно. Большие уши также двигались, напоминая спутниковые тарелки. Глаза почему-то были крошечными в сравнении с телом и головой и светились разным цветом, изучая окружающий мир. Великан стоял на вершине утеса у самого обрыва. Он сделал шаг вперед и покатился вниз, по пути лишаясь головы, ног, рук, ушей, глаз и всего остального, что могло отвалиться. Докатившись до пляжа, части Железного Человека пролежали тут всю ночь. Утром одна из чаек, ища пищу, увидела глаз гиганта и приняла его за моллюска. Неподалеку же подергивалась кисть его руки, напоминая птицам краба. Как только глаз заметил руку, он отдал ей приказ взять себя. И вместе они отправились на поиски остальных частей. Спустя несколько часов почти все они, кроме одного уха, были найдены. Начался процесс сборки. После его завершения Железный Человек... Я только недавно посмотрела на детективы Мойды, кажется, я знаю, куда пропало наше ухо. Какое-то время искал потерянное ухо, которое все это время лежало в гнезде чаек. Великан решил, что недостающую деталь унесло Морима, потому он пошел искать в нем. Ночью, когда гигант еще только стоял на утесе, его издалека заметил фермерский мальчик Хогарт. Он испугался и кинулся домой сообщить новость отцу. Батя взял ружье и отправился по соседям. По пути он обнаружил одну странную жуткую штуку. Половину трактора. Одной его части просто не было, а на той, что остались, были следы зубов. Мужчина испугался и поехал домой. По дороге вместе с машиной он едва не был съеден нашим таинственным великаном. Фермер в последний момент въехал роботу в ногу, повалив его тем самым на землю, а после вернулся домой к семье. Утром оказалось, что железный человек успел похозяйничать у всех соседей Хогарта. Он съел или понадкусывал все трактора, экскаваторы, плуги и другую технику, в конструкции которой был металл. Следы негодника вели к тому самому утесу, с которого и начался наш рассказ. Судя по следам, монстр упал вниз, а потом исчез в море. Люди подняли панику. Технику-то он сожрал, но что будет, если существо проголодается и вернется? Не переключит ли он свое внимание на людей и дома? Фермеры поняли, что армия и полиция им не поверят, а потому решили действовать самостоятельно. У подножья холма они выкопали глубокую яму и прикрыли ее ветками. Около ловушки поставили старый ржавый грузовик. По плану, железный человек, пытаясь полакомиться приманкой, Должен будет упасть в яму, где его потом закопают землей. Это что, неудачный дубль на середине видоса? Я точно не сплю. Однако великан так и не показался. Грузовик в итоге забрали, а у ямы поставили табличку с предупреждением. Спустя несколько недель мульчуган Хогарт вновь заметил металлическое чудище. На этот раз оно поедало колючую проволоку с забора. Юноша решил самостоятельно заманить великана в сделанную фермерами ловушку. Он достал гвоздь с ножом и начал бить их друг от друга. Завороженный вкусным звуком железный человек побрел в сторону Хогарта. Спустя несколько минут гигант успешно провалился в яму, из которой не мог выбраться. Фермеры были в восторге. Они засыпали существо землей, сделав приличный холмик и разошлись по домам. Спустя несколько недель чудище кое-как выбралось и отправилось поедать любой металл, который сумело найти. Теперь он проголодался. Из-за того, что гиганту в основном попадалась старая колючая проволока, он и сам стал покрываться ржавчиной. Фермеры поначалу хотели вызвать армию, но Хогарт, испытывавший вину за то, что заманил железного человека в ловушку, предложил свой план решения проблемы. Он отправился к великану, который мирно отдыхал в лесу и заговорил с ним. Мальчик сказал, что у жителей есть предложение. Существо перестает поедать технику фермеров, а взамен они предоставляют ему столько железа, сколько он захочет. Гигант заинтересовался. Что-то надо было начинать. Он не спеша последовал за машинами фермеров. Конечной точкой их маршрута стала огромная свалка металлолома. Чего тут только не было. Сотни холодильников, велосипедов, машин, грузовиков и даже... Это же лучше просто утилизатор. ...уже никому не нужного хлама. Железный человек испытал настоящий восторг. Глаза его засветились красным от удовольствия. Он ходил туда-сюда и с аппетитом поедал самые разные предметы, словно это были отменные деликатесы. Заляпанная жиром плита с хромированными вставками. И двухъярусная кровать с медными наконечниками оказались особенно вкусными. Теперь глаза великана светились синим от счастья. Фермеры оказались и сами довольно таким внезапным помощником. А Хогарт с ним даже сдружился. Неплохо. Спустя какое-то время люди по всему миру стали обсуждать одну странную новость. Одна звезда в ночном небе начала расти. Скоро она стала размером с Луну. Было понятно, что она направляется на Землю. Если бы эта звезда в нас врезалась, то все люди бы тут же погибли. Но внезапно звезда остановилась и просто зависла, больше не приближаясь. Затем в ее центре возникла крошечная точка, которая отправилась на нашу планету. Чем ближе она приближалась, тем понятнее становилось, что это. Это был гигантский дракон. Блин, все-таки... Картинка гигантского дракона. Стало понятно, что это, Лена. Что это? Гигантский дракон. Для тебя что, просто шутка? Нет, я просто думала, что это просто какое-то сравнение, типа дракон, типа, знаете, такое абстрактное, абстрактное, может быть. Или наоборот, что ну вот чего точно не может быть, что он гигантский дракон с метеоритой, да вы что? Они... Что? Что? Черный, чешучатый, волосатый, весь покрытый бородавками, рогами, когтями и клыками. Размерами он был с Австралию, на которую приземлился. Затем существо потребовало пищу, которая должна была быть живой. Это могли быть люди, животные или даже не срубленные деревья. Если жители Земли откажутся его кормить, то он просто высунет свой язык и слежит все с поверхности планеты, превратив ее в безжизненный шарик. Люди долго совещались и решили не идти на поводу у дракона, а вместо этого объявили ему войну. Они выстрелили в него всем, что у них было. Но в ответ монстр улыбался, не получив ни единой царапины. Дракон заговорил вновь и дал людям неделю на поиске первой партии еды. Один, спаси нас. Хогарт отправился к Железному Человеку и попросил у него помощи. Он сказал, что если дракон убьет всех людей, то некому будет производить металл. Этот факт испугал Железяку и он решил вызвать инопланетного монстра на поединок. Железного Человека доставили в Австралию. Одновременно с этим, по его просьбе, туда же привезли горючее и железные балки. Стальной гигант, который по сравнению с драконом был совсем крошечным, бросил ему вызов. Рептилия рассмеялась, но вызов приняла. Ей стало интересно. Для испытания из привезенных балок соорудили огромный мангал, налили внутрь горючее и подожгли. Железный Человек лег на решетку, положил ногу на ногу, сложил руки над головой и стал улыбаться. Дракон же начал нервничать. Мангал и сам стальной гигант раскалились до красна, а потом и до бела. Робот продолжал улыбаться. Так продолжалось, пока горючка полностью не выгорела. Когда настала очередь дракона, Железный Человек указал ему на его мангал. Им было солнце. Это означает, что возможности его резиста крайне мала. Ящер испугался, но делать было нечего. Он слетал на солнце, раскалился до бела, а потом вернулся на землю. Из себя Дракон стал представлять ужасное зрелище. Морда его скукожилась, рога и когти скрючились, а вся чешуя была покрыта ожогами. Железный Человек объявил о втором раунде. Он снова лег в полыхающий мангал, хотя на этот раз и ему было страшно. В этот раз жар был такой мощный, что роботу даже оплавило ухо. Однако он не подал вида. После того, как огонь догорел, измученный гигант ткнул пальцем в сторону дракона. И велел ему опять лететь на солнце. И ящер опять улетел и даже смог вернуться. Но внешне он стал выглядеть еще хуже. Крылья почти сгорели, а от кожи не осталось из зелого. Мне так нравятся эти иллюстрации, эти вот такие потертые. Железный Человек объявил о третьем раунде. Но Дракон начал плакать и сказал, что он сдается. Он стал рабом стального гиганта. Выяснилось, что в целом-то раса Драконов довольно мирная. Они летают по космосу, сочиняют и поют песни. Конкретно этот Дракон услышал, как на Земле идут постоянные сражения. Стал злым и решил сожрать всех людей. Железный Человек отправил Дракона жить на Луну. Но при условии, что он будет каждый вечер летать вокруг Земли и петь. В итоге пение ящера сделало людей очень мирными. И они больше не хотели ссориться и воевать. Железный Человек стал героем. И ему постоянно присылали подарки в виде металлолома, который он с удовольствием уплетал у себя на свалке. Это все на сегодня. Просто так, все, конец. Я дождусь, я дождусь, может быть. Может быть. Нет, ничего. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Звездному Капитану Громче спасибо за видос. Гигантский космический дракон. Соревнования по поджиганию себя. Что? Нет, типа, гигант, конечно, классный придумал конкурсы. Да, интересная тамада, все такое, но... И это, типа, хей. А давай, кто дольше продержится в огненном фламене? Как тебе идейка? Ладно, спасибо огромное за просмотр. Напишите в комментариях, смотрели ли вы Старел Гигант и все. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok